Запрет чиновникам иметь счета за рубежом – это мера абсолютно правильная и логичная. Дело в том, что, при том, что у нас все, конечно, свободные люди и могут свои сбережения охранить там, где им хочется, никто не навязывает каких-то ограничений рядовым гражданам. Если ты чиновник, ты принимаешь на себя дополнительные обязательства. Вот как ни крути. Потому что, ну, скажем, мы, приходя на госслужбу, например, подписываем закон о государственной тайне. То есть на нас он распространяется. Мы подписываем соответствующее заявление о том, что у нас есть допуск к определенным данным и есть определенные нормы секретности. Мы берем на себя дополнительное обременение в связи с этим. Запрет на иностранные счета точно такое же обременение. Я должен признать, что практика, когда у нас чиновники имеют деньги за рубежом, она не просто порочная, а она на самом деле антигосударственная. Ни больше, ни меньше. Это причем не какое-то словоблудие или, знаете, такой популизм. Я просто исхожу из логики. Вот смотрите, мы, например, как депутаты парламента, не дай бог, конечно, но должны будем объявить кому-нибудь войну. И представьте теперь, что это будет условно государство, вероятный противник, то государство, в котором у коллег хранится энное количество личных сбережений. Ну и теперь представьте их реакцию вот на эту ситуацию. А интересы государства будут этого требовать. Я привел намеренно утрированный, крайний, скажем так, пример, но, к сожалению, в недавнем прошлом, в 2008 году, приходилось же, объявляли. И, безусловно, чиновники должны быть свободны от таких обременений. Если ты хочешь хранить деньги за рубежом, ты свободный человек, ты имеешь право это делать, но тогда без государственной службы. Если ты находишься на государственной службе, вопросов нет, но тогда без счета за рубежом. Более того, я, например, считаю, что недвижимость за рубежом является таким же обременением и ничем не отличается от зарубежного счета. Возможно, это следующий шаг. Возможно, общество пока к этому не готово. Но я считаю, что в определенный момент нам и этот шаг придется сделать. Так же, как и обучение за рубежом детей и лечение за границей. Я считаю, что если мы берем ответственность за свою страну, то и будущее своего, своих детей, своего имущества, своих денег, личных сбережений мы должны связывать с этой страной. Тут ничего личного, никто никого ни к чему не принуждает и не заставляет. Хочешь, пожалуйста, не хочешь, пишешь заявление и едешь в свой дом, на своей яхте в Испании, как у министра Ливанова. Вот у него яхта, дом в Испании, и все хорошо. А при этом он пытается руководить российским образованием. Так что от этого хочется плакать.